История о том, как парень из дальневосточной деревни за неделю заработал 1 миллион рублей, переехал жить в Таиланд, купил квартиру, купил машину, обрел свое счастье, нашел семью, и после этого чуть ли все не умерли от лихорадки Денге. И эмоциональное состояние качалось от «если я умру, это не самое плохое», до «это самый лучший момент в моей жизни, который я мог пережить». И после этого побывал на самом райском острове планеты и почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Как я помогал худеть девочкам на 15, 20, 30, 40 килограмм, меняя их жизни, после этого передавая свой опыт другим людям. И начну я эту историю с девочки Кати, которая скинула 16 килограмм, сама начала помогать худеть, заработала на этом первые деньги и уже через неделю купила себе макбук. Начала заниматься любимым делом, а все началось с того, что она поверила. И эта девочка, Катя, она мне написала, что она хочет похудеть, и мы добились этого результата. И пройдя этот путь, она поняла для себя, что она тоже хочет делиться этим, хочет помогать другим девочкам пройти этот путь. И я показал ей, как я это делаю. И после небольшого обучения, недельного, я передал ей весь свой материал, тот опыт, который у меня есть, который накоплен, все упражнения, все методики похудения, методики питания и так далее, и методология и все остальное, она это взяла, приняла, поверила, поняла. И через неделю после этого она уже взяла в работу себе девочку, которая платит теперь ей деньги и получает вместе с ней результат. И работая с ней, я понял, что можно работать с приятными людьми, которые регулярно платят деньги, работать с людьми, которые делают себе результат и дают тебе результат, работать с приятными, интересными людьми, которые не приносят тебе дискомфорт, а которые только заряжают тебя и мотивируют. И ты то же самое можешь давать им. И вот это осознание просто повергло меня в шок. Того, что можно работать только с людьми, с которыми нравится. И вообще не брать тех, с кем не хочешь. У меня до этого было так же, но теперь это ощущение просто выросло в абсолют. И я знаю, что это возможно благодаря ей, и за это я ей безумно благодарен. Она очень крутая, она быстро учится. За неделю она нашла себе первую девочку. Тренеры в зале учатся годами, и люди им дают зал. Она сама это сделала, заработала на этом первые деньги. И уже через несколько дней купила себе макбук для того, чтобы ей было комфортно работать. И представь, если бы в твоей жизни были бы люди такие, как Катя. Все бы хотели себе таких подопечных, как Катя. Но это же могут быть не только такие подопечные. Это может быть абсолютно любая другая сфера. Это может быть как съемка, так и какой-нибудь монтаж, так и обучение, наставничество. Все что угодно. Все то, чем ты занимаешься, ты можешь не работать с теми людьми, которые тебе не нравятся. И на слова крайне сложно поверить, это нужно прожить этот опыт. И я прожил этот опыт и понял, что это реально и это возможно. И Катя это показывает, то же самое со своими подопечными. Что она работает с теми, с кем ей хочется работать. Те, которые также ей платят и дают результат. Ну идеально же, но это только начало. Но на этом обучении Катя была не одна. Было еще несколько человек, о которых я расскажу чуть позже. С каждым из этих людей у меня есть отдельный опыт, который я проходил, которым я хочу поделиться. Ну а дальше я расскажу, как я в легкости, в окружении приятных мне людей, в удовольствии, в получении приятного опыта. За неделю заработал первые 40 тысяч рублей. И при этом мне это так понравилось. И люди, которые прошли со мной через этот опыт, были безумно благодарны. И я расскажу, как сделал это я. И если тебе это интересно, обязательно следи, что будет дальше. В дальнейшем я расскажу, как успех истории Катиной подопечной, когда она скинет первые 5 килограмм. Расскажу о других ребятах, сколько денег они заработали, как они живут и каким целям они сейчас идут. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить всю эту мою историю, которую мне самому очень было бы интересно посмотреть вместе с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok